Самое, как вы знаете, основное, что имело место в пропаганде в Советском Союзе и до сих пор, конечно, наука! Что наука? Что наука может сказать о Боге? Наука говорит, что постигаемый человеком мир практически бесконечен! И вширь, и вглубь, и в пространстве, и во времени! Но это говорит только о материальной стороне! А если вы возьмёте о состоянии сознания человека, о его биологии, о свойстве живого тела, о духа человека, наука прямо говорит это абсолютно точное, и ничто не будет, что все наши познания человеческие, во всей своей совокупности, в любой исторический момент, не только сейчас, но и в какой угодно перспективе, будет ничто иное, как капля воды в океане непознанного! Вывод совершенно элементарный! Значит, наука, что может сказать о Боге, есть она или нет? Самое большое, что может сказать, я не знаю! Почему? Я взял каплю и всё! Как приходится проведить пример, я взял, зачерпнул из океана кружечку водички, и даже рыбёшки нет, а говорят, киты водятся там! Правда, умный был бы, сказал, ура! Никаких китов не водится! Я сам зачерпнул целую кружку воды! Это очень важное положение! Что наука, в принципе, а никак-нибудь никогда не может сказать, что Бога нет! В лучшем случае, в самом лучшем, я не знаю! Потому что я знаю только одну каплю! Первый и главный тезис, на котором основывается атеизм, первое, наука против религии оказывается не просто вздор, а обман! Обман! И когда начинают приводить там различные какие-то факты, то когда их стоит только разобрать, чтобы убедиться, ничего подобного! Нет! Вы слышите, какой обман устроили! И скольких людей таким образом они соблазнили! Нет проблемы религия и науки, а есть проблема атеизм и наука! И вот с точки зрения науки атеизм в самых элементарных там уровнях где-то происхождения изменения наследственности, видов, но суть-то какова? Один из важнейших вопросов, которые приходится ставить к этому ну, я не знаю, на биологическом языке, наверное, это будет трудновато, переведу, переведу на простой язык, все попытки найти закон, по которому материя, вот эта неживая материя, могла бы породить жизнь, окончились полной неудачей. Все попытки сейчас синтезировать уже вот эту органику, как говорят абиогенную органику, вот эту совокупность молекул, все они доходят до до такого предела и дальше не с места создать вот эту органическую структуру, которая могла бы могла бы быть названа жизнью, то есть воспроизводить сама себя, давать потомство, иметь наследственность, так? Нет! Обращаю внимание, оказывается, наука не знает такого закона, просто не знает, нет, по которому неорганическая материя могла бы произвести жизнь. Нет такого закона. Вот закон тяготения есть, и мы все знаем, а где закон этот? Нет его. Вопрос. А почему тогда утверждаете? Более того, как же, где более естественно, что более естественно допустить, что является вот следствием разума или или неизвестно чего, какой стихии, вот то потрясающее многообразие мира, закономерность, особенно живых существ, это же просто невероятное, какое многообразие, так? Потрясающее сложное устройство живой клетки и так далее. Что более вероятно, что это произошло из случайного сцепления каких-то атомов и молекул или этим руководит разум? Как-то прочитал рассказик, мальчишка пришёл из школы и отцу заявляет папу, папа, нам сказали, что Бога нет и что... А как же, он говорит, как же мир произошёл? произошёл вот случайно случайно миллиарды лет и вот всё появилось. Папа промолчал, а утром пораньше встал и во дворике нарисовал разные фигуры. Круги, треугольники, квадраты, рисунки. Утром мальчишка встаёт, потом прибегает – папа, смотри, кто-то нарисовал у нас что во дворе! Говорит – нет, сынок, что ты, что ты? Это всё само собой произошло. Да, но для ребёнка это уже, уже, конечно, он немного сразу задумался. Действительно, оказывается, первые очень важные, важные в наших дискуссиях, которые пригодятся, причём на любом научном уровне, мы можем говорить, нет закона, не существует, науке неизвестно никакого закона, по которым бы неживая вот материя, это могла породить жизнь. А уж что дальше? Я вам скажу, ещё более поразительные вещи есть. Просто все виды настолько устойчивы, что даже когда пытаются их смешать, ничего не получается. но самое главное, если бы эволюция это действительно был закон природы, то мы бы вот сейчас, а не когда-нибудь, там миллионы лет назад, когда нас туда посылают, сейчас бы видели все до одной ступеньки этой эволюции, сейчас бы видели, как коза в корову превращается, и что между козой и коровой, какие там переходные виды, как этот человек из какого-нибудь орангутанга, там, или шимпанзе, как постепенно появляется. Где же всё это? Если это закон, всё это должно быть в любой момент. А что ж такое? Закон сработал когда-то, неизвестно когда, произошли все эти виды, всё многообразие, и всё. А почему же дальше не работает? Это один из серьёзнейших вопросов, который мы можем поставить, поставить к тем, кто основывается вот на таких элементарных вещах. Вы понимаете, вот эти два соображения, они же очень сильны, но вы представьте себе, вы представьте себе, весь цивилизованный мир, вся образовательная машина всего цивилизованного мира, Европа, Америка, Россия, все твердят об одном – эволюция, эволюция, эволюция. Где? Покажите! И нас отсылают на миллионы лет, вот посмотрите, вот нашли вот такие-то формы, переходные. Ну, хорошо, спасибо, спасибо, что нашли, покажите сейчас. Нет его! Никаких! Мы ничего не видим, никаких процессов. Я обращаю внимание на это, поскольку это в школах до сих пор всё это вбивают в головы, но главное – это что? Что за этим скрывается? Нет вы никакого высшего разума, а всё само собою произошло. А что говорят учёные? Вот, например, лауреат Нобелевской премии Геннадий Крик прямо чёрным по белому говорит, нет никакой вероятности, никакой вероятности самопроизвольного возникновения жизни из химических элементов Земли. Я вам цитирую точно. Никакой вероятности самопроизвольного возникновения жизни из этих элементов, которые мы все имеем. Более того, как-то я помню вопрос философии, читаю, некоторые всё-таки решили, ну, любят читать люди. Какова вероятность возникновения ДНК? ДНК – это дезоксериба, нуклеиновая кислота, которая является основной составляющей живой клетки, которая несёт в себе всю совокупность информации. Так, какова же вероятность? Уж не знаю, каким образом считали, но вопрос в госфилософии написано 10 в минус 80 тысяч и что-то там. То есть, фантастика! Вверху единица, а внизу 80 тысяч нулей. Действительно, крик правильно сказал, крик! Никакой вероятности нет самопроизвольного возникновения жизни. Продолжение следует...